В начавшихся вчера американско-южнокорейских военных учениях Баладуэрю впервые будет задействован комплекс Протхат. Об этом сообщили в Минобороны Республики Корея. О комплексе речь шла и в ходе телефонных переговоров советников президентов Республики Кореи и США по нацбезопасности Ким Гван Джина и Герберта Макмастера. Чиновники обсудили развертывание на корейском полуострове элементов Американской ПРО, а также предстоящий визит Ким Гван Джина в Вашингтон. Цель поездки — обсудить совместное противодействие ракетоядерной угрозы со стороны КНДР. О необходимости укрепления военного сотрудничества с Вашингтоном заявил исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хван Гюан. По его словам, размещение противоракетных систем ТХАТ заставит Пхенья наступить в противостоянии. Маневры «Молодой Орел» продлятся до конца апреля. В них задействованы авианосец Карл Винсен, истребители F-35, а также стратегические бомбардировщики B-1 и B-52. Комплекс Протхат разместят на гольф-площадке компании «Лотто» в южном уезде Сон-Джу. Крупнейший южнокорейский конгломерат уже продал земельный участок Минобороны. Решение вызвало резкое недовольство в Китае. В китайском медиа развертывание элементов американской ПРО расценивают как недружественный шаг, нарушающий стратегический баланс в регионе. Китайские интернет-пользователи даже объявили компанию по бойкоту товаров компании «Лотто». В то же время в Министерстве коммерции КНР подчеркнули, что Китай всегда защищает законные права и интересы иностранных предприятий. Мы заметили, что китайские интернет-пользователи выразили свое мнение по поводу «Лотто Групп». Хочу подчеркнуть, что Китай приветствует иностранные компании, в том числе и южнокорейские. Мы будем защищать законные права и интересы этих предприятий. Однако они должны действовать в соответствии с китайскими законами и правилами. Продолжение следует...